И всем привет, с вами Арала ТВ и сегодня мы проходим Новый Мафия. Так, прежде чем начать играть в игру, я хочу сказать то, что я ни разу раньше не играл в такую игру как Мафия. Я раньше никогда даже не задумывался почему-то поиграть в неё, хотя у меня есть... Мне как-то на каком-то сайте выпала она бесплатно, и она у меня есть в библиотеке, то есть мне очень сильно повезло, как мне говорили. Но тогда ещё типа была, то есть есть вот Мафия первая, есть Мафия вторая, есть Мафия третья, и как я знаю, есть Мафия вот эта, то есть переделанная версия или как её там называют. Я не знаю, первая часть вторая-то или... Наверное, это первая типа, первая часть ремейк. Мы посмотрим с вами, так вот мне почему-то не нравится управление, давайте настроим. Пока, что ещё хочу сказать. Так, чувствительность мышки надо поменьше сделать, как-то слишком большая она у меня. Так, вот почти, почти. Я просто люблю, когда она такая... Либо, может быть, вот это вот настроить надо, а не то, что я настроил. Да, вот уже получше. Поменьше ещё. Ну, короче, ладно, разберёмся. Так, значит, уровень сложности средний, реакция по лесу обычно. Так, ну тут всё, в принципе, само настроилось. Высокие настройки, всё, заебись так. Оставим всё как есть. Так вот, я ни разу не играл в Мафию, и не знаю вообще, про что эта игра. Говорят, что она очень крутая, типа, прям кого-то за душу берёт. Давайте посмотрим. Так, уровень сложности. Давайте, так, низкий. Для тех, кто предпочитает минимум трудностей, враги менее опасны. Давайте средний, типа, как всегда. Обратный обзор. Измените параметр движения. Посмотрим. Я, типа, не знаю, как это выглядит. Помощь прицеливания низкая. Доставим всё как есть, в принципе. Чё? Начать сюжет. Вы готовы с выбранным параметом? Давайте начнём. Так, 2K Presents. Представляет. Так. Игра студии Hangar 13. Based on original game. The illustration softworks. По мотивам оригинальной игры студии illustration softworks. Чайка летит. Вау. Ну, музон, конечно, топ. Как они... Я смотрел летсплей по этой игре, но никогда сам не играл. И сейчас я вижу то, что графика, конечно, гораздо лучше. Я, ну, точнее, я смотрел летсплей, но я ничего не понимал. То есть я не помню сюжет полный. Я не знаю, про что тут вообще. То есть я знаю, что это просто крутая игра и всё. И она реально крутая, чтобы её пройти. Так, машина с почтой едет, как я понял. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Игра, как я понял, про бандитские разборки. Пау-пау-пау-пау. Мафия, все дела. И мафия написано на большом экране. Колокольня бьётся. Кстати, вот так же бейте в мою колокольню, чтобы всегда быть в курсе моих видеороликов. Томми Эндрю Бонжорно. Не понял. Типа, наверное, персонаж, который озвучивает какого-то Томми. Поли Джереми Люк. Ну, титры пошли, короче. Казино, бля, графон, конечно, на уровне. Я согласен с этим. Переделали достойно, качественно. То, что я видел в 2004 году. Ну, то есть я не видел в 2004 году. Я просто, говорю, смотрел всякие разные лосплееры, рандомные нарезки по мафии. И никогда, типа, не понимал. Ну, потому что я не играл в эту игру. А теперь мы, собственно говоря, заценим, что у нас тут есть. Показывают в виде города, но надо же с чего-то начинать. Какие-то рандомные персонажи, незнакомые пока что для меня, показывают. А ссылка выпала. Воу-воу, у меня сейчас этот какого... Занесёт меня сейчас вытаскивает. Так что не надо уже такие. Бля, я бы хотел пригодиться на таком лайнере. А вы? Ставь лайк, если ты тоже хочешь пригодиться на таком лайнере. И ставь лайк, если хочешь иметь такой лайнер. Хотя зачем он мне на самом деле? Буду кататься по речке Чаулым, наверное. На таком лайнере. Жизнь кипит, как я понял, 19-й век, судя по всему. Люди идут на работу. Такая типа обычная сценка, ничем не примечательная. А за кого мы играем-то, скажите, пожалуйста. А то все показывают каких-то людей в шляпе. Смотрите, всех в шляпе, вообще, все ходят вообще. Абсолютно почти все в шляпе ходят. Дима-мода на шляпу такая. Так. Ты, Томми? Томас Санчелло. Детектив Норман. Че, уже? Уже нас повязали? Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы. Разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Уже налили. А откуда она знала, что ему кофе купить? Нет, спасибо. Как хочется. Пусатая фляжка. Как всегда. Итак. Под телефону ты сказал, что есть предложение, как... Такой период, под телефону сказал, что есть предложение. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. А на сигареты хватает, видимо, да? Если куришь. Рассказывай. Не курите, блядь. Все деньги пройдете. Я начинал в Эмпайр Бэй. И вам поручили дело Морелла. Первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? А кто ты такой вообще? Скажи сначала, детектив. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья... О, да. Это всегда слабое место. Кстати, о поводу семидария. Слабое место не заводите на хоть никого. Тоже мой принцип. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не башить. Письмо, и все. И вот только изучать. Какие-то ебальники такие стрёмные все. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть. Так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегу? Ого, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый. Не спишь ночами. По-моему, нормально выглядит. Ну, ебальник стрёмный. Я имею в виду детектива какой-то. Сдается мне на хвосте у тебя очень серьезные ребята. И они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но... Продавщица там это все слушает, да? Если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Да, почему бы нет? На халялу нормально. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Невозможно отказаться. 1930-й год. Так. Смотрим, что у нас в общем происходит. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Что это? Оооо. Бонт-тачка. Так, а мы тут спокойно. Что, обороем? О, бля. О, бля. Что что? то это так повезло осторожная давай у меня там покрышки спущены типа нет чего куда о поехали зажмите дамы и скорость весь нас догонит там конец но и ты же вы мне уйдешь все понятно так сейчас на лишь можно спросить вот такой хвост тебя уже фига физика узнали где мы будем какая разница надо все все сейчас почитаем вон вверх написано но могут быть и другие стрелять нихуя себе вот тут я понимал боевик навчили 80 ты чё не бомби что это за типы твои дела вести они спрашивают на на ту сторону реки и же чем вы ебать и смысле как скажешь этом как его когда твоя нога боли тоскали да я привыкаю управлять чувак тихо политоцки я разбужу доктора на может и так пройдет да блять я хочу поговорить о мне ты чего уж развесил если послушать до смысле я в машине еду о чем вы вы сказали вот именно ее будет я чё должен беру что ли собой таскать постоянно чтобы не слушать таких как меня понял но у того что не заплатили так еще ему жизнь на грани у меня так поезжайте на центральный воздух отлично себя поедем нормально мне мне графон нравится прикольно сделать еще кто-то так что про торопчу f в чем приехал типа я мог просто стараться это их остановить давай что хочешь только торвись от них чаще счастливого года и тебе шучу так вот у нас тут есть он врезался это по твоему связать но они же отстали отстали за не все тихо-тихо-тихо-тихо хватит болтать чем больше узнает тем меньше у него шансов даже это утро я ничего не слышал ребята таксисту бледа чудо дело что ё-моё придурок так вот еще одна связка точнее связка сбрасывания давай давай сейчас так чтобы открыть карту какая большая карта тоже довольно хорошая я карта я карта нихуя сяду большая карта так ладно это у нас так как я вижу зону погони за нами спасибо не скажу да вообще на встречу было машин может пять наверняка он вызвал подмогу похоже на то я ничего сейчас все короче мы больше ребят вот тут меня бесит вот этот тихо 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 надо ты кто научил не хочет меняoughет имен fate оплакона я здесь забрала где оке genius вам нет это а так а где я вообще все умер давай очухивайся очухивать обратном я почит ладно как обычно как обычно нормально все мне ничего не получается все через жопу только и все больше и больше похоже они всех в свой район долго мы тут и брать опять проехали в район ты давай уже так погони на вы чё пацаны маленькую италию смысле чё на маленькой италии так называется ладно у нас тут я кстати еще помню то что говорили что в первой части нету вот этой помогалки все то есть это не ты как это называется да похуде сейчас мы успеем главное не резаться трамвай давай 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 мы делаем сейчас как сам машина как зовут опа все тролись никогда такого не делал а вот мы сделали такси же а теперь в маленькую италию и побыстрее поездка не закончен да я я и не привык ищу к управлению такая физика страны я не ожидал думаешь у нас тукач думаю тебе лучше помалкивать обсудим когда вернемся в бар так все нормально я все понял озвучка конечно тоже прикольно довольно хорошо звучали ну с душой с мафи с мафиодской душой прямо русский язык идеально под мафию потому что только у нас могут грубить так хорошо я ничего не скажу по поводу русского но для таких игр сюжетных он довольно все раз так вот только я так мог припарковаться только я так мог припарковаться но я мою не были мы застряли мы застряли ебаный свет короче загружаемся загружаемся с последнего сохранения то сдох то короче припарковался так как не надо капец как такое возможно как вообще можно умудриться и побыстрее антус хрилл как закончена как можно умудриться было припарковаться между столбом и стенкой такого вообще невозможно думаю тебе лучше помалкивать обсудим когда вернемся в бар так вот я не закончил я хоть и хотел сказать то что русский язык прямо вообще идеально подходит под такие игры то есть вот эту суровую атмосфера вот это все вот это только мы любим скажем так как будто у нас от перестрелки на каждый год но типа мне нравится конкретно как выглядит игра как озвучили и сам первых пор отлично игру же близко как все это сделано то есть мне понравилось останови возле бара сольери что ли да тот самый с бар сольери счет припоминаю такой знакомый зачем в другой игре видел ты хочешь награду от дона или нет конечно хочу еще и на мили если предлагают чё спрашивать юмор я вам вас через мост перевел я вас вообще спас вы мне должны огромную кучу бабла но это мафия у них на много денег я не знаю конкретно закурим пока что пацаны закурим чё попыхтим покурим опять же говорю то что курить вредно сольете все деньги и вообще будьте бомжом если будете курить так что не курить и так уходит голова первенство сольери или как его там и подходит письмо компенсации за твои услуги и ремонт машин теперь мы в расчете нормально бабло заплатили этого должно хватить славяне сколько там денег интересно может он поступал сольери весьма тебе признателен за все если что-то понадобится деньги в долг хорошая работа только попроси да он друзей не забыл спасибо ну чё я понял принял хотя деньги в долг я был мафию лучше не брал еще все это только между на если сбросит откуда деньги выиграл покер а насчет царапин на тачке царапина тачки там он все простреляно было о чем вы конечно до скорого от бабули хотел блин 1 выехать фига себе бабуля весь он задний всю займутся тачки прострелили нахер бабуля когда я вскрыл конверт меня чуть инфаркт не хватил деньги на ремонт да я бы легко мог купить новую нихуя сколько бы не одувал над предложением сэма работе но бы скорее против платят хорошо но связываться с криминалом лучше бедный живой чем богатый мертвый даже удивительно как я был далек от этого да уж это конечно опасно все советую вам тоже такую херню не заниматься если если будут такие предложения глава про невозможно отказаться давайте дальше после той поездки с парнями сальери я поскорее вернулся за руль но работалось уже по-другому развозя людей ты проводишь много времени наедине со своими мыслями и с чужими тоже ну как бы принимать заказы как бичу родах сеть такси и если стачку блин ну как же красиво сделали все очень даже чем-то даже едем макет святого михаила прямо к нему и поаккуратнее ну как получился рада не для таксиста так ограничить ли скоростью зачем она может наверное чтобы чтобы не врезаться куда-то игра очень хорошо выключи этот колтеж не могу сосредоточиться чего тебе не нравится нормально . они тачка радио нормально езжайте аккуратно соблюдайте право значит храм разве сегодня воскресенье прошу следи за дорогой бабуль какая-то вот мы ее хотели объехать а как здесь поступать ну как вы соблюдаете право надо два часа надо ждать стоять чё там красный что или чё я не вижу сутофора вообще просто написано соблюдайте право наверно право дорожного движения я думаю надеюсь хотя вообще не хочу очень долго ехать хотя уже нереально это приходится гонять это все игры ну в играх гонять по правам это уже жесть а так давай давай беги сходи по правам а как они еще без это форму гонят интересно нет интересно налево поворачивать это одностороннее движение точнее движение по одной полости мне очень утомляет еще эти как его ледь да поехал еще эти трамваи и все прочее ничего может везли дамов храм святого михаила вот здесь возле полагану хотя бы по праву дает не башня даже специально парковка я на месте храм вот он с вас 30 30 центов замен чаевых я дам вам совет не курите в машине я будто пепельница ехала как скажете что не нравится до 30 центов за один заказ так отключить ограничитель чудо что найдите пассажиров на улице холост давать по ищу-ка еще клиента давайте найдем еще одного пассажира и в принципе на этом думаю закончим сегодня вы знали большую историю такую хотя я пока вообще не вижу ни одного как вообще увидите в этом сажим то есть типа по сигнале что тут вы еблажно я еще пассажира мы не помнят нашелся так смотрим чем у нас тут лос-хэвена давайте посмотрим нет в лос-хэвен ну типа лос-хэвен то вообще типа весь город или как-то я пока не могу понимать не понять джон блуз так не вижу где лос а вон метки на на карте указан я только сейчас увидим так давайте подъедем такси еще приезжай садись давай дедок блять так заедем в галерею и побыстрее побыстрее это можно побыстрее да пухую тогда без права и решили развеяться а тебе да так беседу поддержать я тебя не за беседы плачу езжай давай сюда все-таки дерзкий здесь вообще бабка все что-то ей ты глина не нравится из-за этого кризиса люди в конец опленились теперь то у них есть повод ничего не делать ну так работа же нету работа есть всегда просто искать такой главным волна вести сам начал разговор таких нынче редко встретишь я эту депрессию предвидел продал акции перед тем как биржа рухнули так что да я занятой будете весь день разглядывать старые картины у меня там деловая встреча с коллегой хотя тебе-то какое-то этого дела вот найдешь себе нормальную работу не выебывайся чел не выебывайся таксистом главное матери материться если человек не может найти работу и учет и нашелся честно твой блять ненавижу таких серьезных то вы ебутся постоянно но вы ебутся можно но я думаю только в шутку если но уж точно вот типа таксист реально работы там я не знаю не может найти работу какую-то получше но какая-то ситуация может быть у него ты знаешь себе чего-то только все такси иначе у ебут найдешься нормально работу жопу пошел серьезно я думаю с таким принципом и долго жить не боя чему так медленно едем осталось 33 секунды и я уже гоню уже по всех щелей а все мы почти приехали главное сейчас не врезать никуда ты не потерять время так тут уже кстати силу тихо-тихо-тихо тебя сделано перед галерей до часа по спасибо приятели вот пол бакса не трать все сразу пол бакса я постараюсь для как же мы живет даже я больше получаю почему все клиенты сегодня таких козлы я тоже не понимаю так следующий но следующий клиент nasbou следующей серии Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, на мой канал. Ставьте лайки и комментируйте данный видеоролик. Субтитры сделал DimaTorzok